Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить на втором заседании Лигы знатоков и поделиться своим опытом подбора склеральных линз. Кто такой пациент со склеральными линзами? Кто он? Давайте разбираться. Почему мы ему предлагаем эти линзы? Потому что склеральные линзы — это кастомизированные линзы, индивидуально подобранные для каждого пациента. Они обеспечивают высокое качество зрения в самых сложных случаях, когда другие средства коррекции неэффективны. Показания склеральным линзам — это в основном нерегулярные роговецы, пациенты с кератоконусом, индуцированным стигматизмом, состоянием после пересадки роговицы, рефракционных операций, кератотомии, ФРК, лазик, пациенты с травмами роговицы, с рубцами роговицы, с пеллюцидной маргинальной дегенерацией, с дистрофиями роговицы. В нашем отделении с 2017 года по 2022 год обратилось 364 пациента, к которым было проведено моделирование визуального эффекта в склеральных линзах. Из этих пациентов с кератоконусов составляли 225 пациентов, что составило 62% от общего количества пациентов, отобранных на коррекцию склеральными линзами. После пересадки роговицы было 19 пациентов, после радиальной кератомии 38 пациентов, после лазик 25 пациентов, после имплантации интерокулярных линз на фоне предыдущих операций, это радиальная кератомия, сквозная кератопластика 12 пациентов, с посттравматическими ревцовыми изменениями роговицы 6 пациентов, врожденная миопия высокой степени 4 пациента, миопия высокой степени в сочетании со сложным миопическим астигматизмом высокой степени прогрессирующая 1 пациент, эрозия роговицы после сквозной перепластики 1 пациент и в последний момент включила пациентку с дистрофией Фукса, несмотря на то, что это является противопоказанием к склеральным контактным линзам, но об этом позже. В своей практике мы используем стандартное офтальмологическое оборудование, а также кератопограф ТМС-5 и видеощелевую лампу Хьювец. Снимки у сети предоставлены кандидатам медицинских наук Теовери Мариан Рамазановны, некоторые пациенты и снимки, и клинические случаи вы вчера видели в ее презентации. Итак, первый пациент, студент с диагнозом кератоконуса на правом глазу второй стадии и на левом глазу четвертой стадии. Были подобраны склеральные линзы еще на заре подбора наших, на нашего подбора склеральных линзов. Была линза OneFit. Зрение составило единица. На следующий год пришел, это уже 19-й год, уже прогрессирование было кератоконуса на правом, на левом глазу. В 19-м году произошло прогрессирование кератоконуса. По данным по химетрии мы это видим. И на левом глазу произошло центральное интрастрономальное помутнение роговицы. Однако было принято решение провести их кросслинкинг на правый глаз. После того, как прошло 6 месяцев, мы поставили ему на правый глаз склеральную контактную линзу, и далее уже хирурги занимались с левым глазом. В марте была произведена ему сквозная пересадка роговицы на левом глазу. Все это время он продолжал носить линзы, соответственно, меняя их, как положено, раз в год. В апреле ему была подобрана линза Smart Fit с небольшим изменением параметров, и зрение его было прекрасным, 100% он ушел у нас довольный. Здесь видна посадка линзы. Нижние слайды – это пробный вариант контактной линзы, и верхний слайд – это итоговая посадка линзы на пациенте. Следующий пациент – оперированный кератоконус второй стадии. Был произведен кросслинкинг и интрастромальная кератопластика плюс фемтосопровождение. Пациент этот, кадровый офицер, предъявляет высокие требования к высокой остроте зрения и качеству изображения. Были подобраны склеральные линзы. В 2019 году он их успешно носил. В 2020 году приехал и сказал такую вещь, что я ношу линзу один раз в неделю. Мне этого достаточно, я прекрасно вижу в течение всей недели. Однако конус не дремал, он прогрессировал. И в 2022 году он уже приехал с жалобой на нечеткое изображение и двоение. И мы подобрали ему линзу Smart Fit, вторическую. В ней видел 1,2. На данном слайде динамика изменений на топограммах роговицы и вид глаза в линзе. Следующая пациентка. С диагнозом смешанная стигматизм кератоконус второй стадии Ивана Амнизиана перенесла вирусный кидротит. Домохозяйка занимается продвижением БАДов, ведет активный образ жизни. Были подобраны линзы OneFit в 2017 году. Острота зрения поднялась до седьмой строчки с 0,3. Здесь вы видите данные кератопограммы. И здесь данные за 2022 год. Мы подобрали ей линзу Smart Fit с высокими зрительными функциями и с удобной посадкой. На данном слайде мы видим OCT с подлинзовым пространством в 201 микрон. Следующий пациент. Пенсионер. Состояние после сквозной пересадки роговицы индуцированный астигматизм, зрелая катаракта. Изначально пришел для подбора склеральных линз с целью моделирования эффекта операции. Будет ли эффект от выравнивания роговичной поверхности? И что нам даст контактная линза после проведения факоэмульсификации? Зрение немножко поднялось, но, естественно, только до 0,1. И было принято решение проведения факоэмульсификации катаракты на правый глаз. В 2019 году была подобрана склеральная линза OneFit. Он не видел 5%. Данные по эндотелиальной микроскопии 1112. Это важно, потому что была проникающая операция. Здесь данные уже линзы 22-го года. Линзу мы подобрали SmartFit. Получили высокие зрительные функции. На слайде видно отсутствие динамики роговичной. Следующая пациентка с диагнозом индуцированный сложный гиперметропический астигматизм в состоянии после кераторефракционных операций. Были проведены в 1995 году радиальная кератомия и лазик в 2008. пришла к нам с жалобами на низкое зрение правого глаза. В 2018 году подобраны склеральные линзы OneFit с высокими зрительными функциями. Здесь данные по кератопограммам за различные годы. И в 2022 году была подобрана линза SmartFit с функцией Ablate. И получена острота зрения единицы. Здесь особо важно отметить, что пациентка была руководящим сотрудником своей компании, и ей важно было все зоны охватывать зрение как для дали, так и для близи. Плюс она вела разъездную деятельность по стране. Консультации с коллегами. Здесь общий вид глаза. Со склеральной линзой видны грубые кератомические рубцы. Следующий пациент с диагнозом миопии средней степени, индуцированный астигматизм, артифакия. Этот пациент водитель. Естественно, ему нужна была такая линза, которая даст высококачественное зрение, и он ее получил. Мы подобрали OneFit с функцией зрения единицы. В 2020 году приехал на замену линз с жалобами на периодическое покраснение глаз. Была переподобрана линза с функцией стабилизации края. В 2022 году приехал на замену линз. Посмотрели плотность эндотелиальных клеток. Она позволила нам продолжить подбор линз и ношение линз. Была подобрана линза SmartFit. Также с функцией стабилизации края TPC. Острота зрения единица. На данном слайде мы видим динамику изменения кератопограммы и общий вид глаза в линзе. Вот он получил тяжелую травму. И склеральная линза позволяет ему хорошо видеть и качественно, несмотря ни на что, и вести свою деятельность дальше. Следующий пациент с диагнозом миопии высокой степени, сложный миопический астигматизм, состояние послерадиальной кератомии. Этот пациент-фермер обратился к нам в 2017 году на подбор контактных линз. Получили зрение 0,3. Далее он приехал на замену линз. Очень добросовестный пациент, выполнял все наши рекомендации. В 2021 году была проведена сквозная пересадка роговицы. И в 2022 году он приехал на подбор следующей пары склеральных линз. Следующая линза, вернее, приехала. И мы получили высокие зрительные функции. Подобрали линзу SmartFit. На данном слайде мы видим посадку этой линзы и данные кератопограммы. Про этого пациента уже рассказывала на прошлом заседании. Это пациент через месяц сразу после сквозной пересадки. Пациент с тяжелым соматическим заболеванием. Острый мейлоликоз в ремиссии. Второй слайд. Он приехал через 3 месяца после начала ношения. Мы сначала подбирали ему контактную линзу с целью купирования синдрома сухого глаза и уменьшения эрозии роговичного трансплантата. Но время шло, и мы подобрали ему линзу с оптическими функциями уже, получив остроту зрения, 0,4. Следующая пациентка. Учительница. В 1988 году проведена радиальная кератомия. Почувствовала снижение остроты зрения 10 лет назад, пыталась носить очки. В 2020 году подобрали склеральные контактные линзы. Однако появился цилиндр, и ей было некомфортно без него. Поэтому итоговую линзу мы ей подобрали тарическую. Острота зрения достигала 0,5. Надо сказать, что у этой пациентки еще есть патология сетчатки, поэтому до единицы мы не добрались. В 2021 году пришла с жалом на снижение остроты зрения. Параллельно подобрали очки по переносимости для компьютера и для работы с документами. При осмотре было выявлено увеличение остроты зрения. И в итоговой склеральной линзе Smart Fit мы добились 100% коррекции. Здесь данные кератопограммы. И посадка линзы на глазу. Здесь без флюоресцина, поэтому подлинзовое пространство не очень хорошо визуализируется. Зато есть у сети. На у сети видно, что линза сидит правильно. Это через полчаса после первичной аппликации. Следующая пациентка. В 1998 году проведена операция LASIK. Манифестная рефракция была минус 5. 5 лет назад почувствовала снижение зрения на левый глаз. Подобрана склеральная контактная линза со сложными параметрами и острота зрения в ней 0,8. Здесь этапы подбора. Контактная линза. Я, наверное, долго держу. Следующая пациентка 1984 года из Ирака получила травму роговицы 8 лет правого глаза. Она же многодетная мама, у нее 8 детей и уже стала бабушкой. В 1922 году, это было недавно, в сентябре подобрана склеральная контактная линза с сложными параметрами и добились остроты зрения в 80-х. Она плакала на конечном приеме, что наконец сможет разглядеть во всех деталях своего маленького внучка. Для нее это очень важно. Параметры кератопограммы и этапы подбора линзы. Следующая пациентка. Девочка. В 2012 году была произведена операция удаления паралимбального дермоида конъюнктивы. Также обратилась к нам в отдел для подбора склеральных линз. Подобрали линзу с сложными параметрами, с итоговой высокой остротой зрения. Интересно на OCT. Можно посмотреть. Вот это зона операции. У нее рубцовая зона и высклюзированный рубец. И общий вид. Общий вид и вот она рубцовая зона. Здесь как будто кажется, что флюорисцины нет. Но когда после окраски, эта зона не прокрашивается. Отпущена пока на месяц. Далее посмотрим, будем менять линзу или нет. Следующий пациент, преподаватель в университете из Алжира. В 2022 году в ИИУ была проведена сквозная пересадка роговицы. До этого он носил склеральные линзы. Подбирал не у нас, где-то там в Европе. И он умолял ему подобрать контактную линзу, потому что зрение для него очень важно. Очень долго мы с ней мучились. Подобрали сложную склеральную линзу со сложными параметрами. Острадозрение. Здесь у меня опечатка. У него 0,5 пока. Данные киротопографы и этапы подбора. Роговица имеет очень сложный профиль, где идет шов роговицы. Там очень большое возвышение. На 12 и на 6 часах. И как будто она ныряет в эту зону. И здесь, если видно, здесь есть небольшое еще и помутнение. Это данные у сети. И итоговая линза. И последняя заключительная пациентка. 30 лет назад была проведена радиальная кератомия с манифестной рефракцией 7-диоптрии. Эффект длился 30 лет. Обратилась в нашу клинику 2 года назад. Поставил диагноз дистрофия фукса. И в январе 2022 года проведена факоэмульсификация при плюс-имплантации интраокулярной линзы с фентосопровождением и заднепослойная кератопластика. При обращении на прием острота зрения составляла 0,1. Плотность эндотелиальных клеток 1896. Внутриглазное давление 18. И подобрана склеральная линза со сложными параметрами. Острота зрения, несмотря на большое помутнение в центральной зоне 0,5. Данные программы. И этапы подбора. Если честно, когда я только увидела картину роговицы в щелевую лампу, меня вот эти булы очень смутили. И я была уже готова отказать ей в подборе и в дальнейшем ношении контактных линз, если не чудо прибер Кассио 2, который показал, в принципе, правильную посадку. И мы решили все-таки будем делать ей линзу и посмотрим, как она будет ее переносить. Итак, кто такие наши пациенты со склеральными линзами? Это люди, которые хотят получить хорошую работу, целеустремленные, желающие вести активный образ жизни, востребованные на работе и в личной жизни, и достойные получить лучшую оптику с лучшими функциональными результатами. Спасибо за внимание.